Привет, друзья! Нет предела совершенству. Эта фраза отлично подходит для начала обзора нового тепловизионного монокуляра от компании Pulsar, который называется Helion 2 XP50 Pro. Предыдущий Helion 2 XP50 был прекрасен. Я провел с ним множество часов на охоте, в том числе на охоте на волка, о чем мы сняли несколько фильмов, и вы можете посмотреть их на нашем канале. И вот теперь новинка. А теперь, чем новая прошка отличается от предыдущей версии Pulsar Helion. Отличий несколько. Я озвучу основные. Во-первых, новый объектив. Объектив стал более светосильным, при том же фокусе физические размеры объектива стал больше. Теперь он 50 мм. У предыдущего Helion физические размеры объектива был 42 мм. Второе значимое отличие. Новый сенсор. Сенсор с тем же разрешением, что 40 на 480 пикселей с размером пикселей 17 микрон. Но сенсор стал более чувствительным. Параметр NetD, который отвечает за чувствительность, теперь менее 25 микрокельвинов. У предыдущего Helion NetD был менее 40. Соответственно, здесь разница практически в два раза. И третье отличие. Это окулярный узел. В окулярном узле теперь установлен микродисплей с большим разрешением. Его разрешение 1024 на 768 пикселей. А у предыдущего Helion микродисплей был 640 на 480. Это основные отличия. Есть и другие. Но про них я расскажу в процессе использования прибора. А теперь давайте поснимаем животных на разных расстояниях. А вот самая первая локация. 400 метров впереди я вижу чабана и вижу, похоже, барана. Вот он их пасет. Они двигаются. Дистанцию я промерил по Аксиону с лазерным дальномером. И вот в Helion я прекрасно наблюдаю. Картинка очень четкая. К слову сказать, новый сенсор и объектив новый дают значительную разницу по сравнению с предыдущей моделью. Почему? Потому что и объектив, и сенсор более чувствительные. А все вместе они собирают гораздо больше ИК-излучения. И гораздо больше информации в окружающей среде мы видим с вами в окуляре. Еще один объект для наблюдения. Вернее, три объекта. Я вижу три коровы на поле. Сейчас попробую сфокусироваться там и показать вам. Но Аксион до туда не примеряет. Поле на 1200 я в нем промерил, но до коров еще тех значительное расстояние. Поэтому приблизительно не менее полутора километров до них. В Helion я их вижу отчетливо. Очень качественная картинка. Резкая, яркая. Супер. 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 впереди меня коровы они возвращаются с пастбищ в село дистанция до них 300 метров я вот записал как они проходили мимо на дистанции 300 картинка великолепная такого изображения хорошего я еще не видел ни у одного тепловизионного прибора к слову сказать оптическая кратность здесь два с половиной есть цифровой зум 2 4 и 8 таким образом максимальная кратность нового хелиона осталось как и было 20 крат от двух с половиной это оптический зум до 20 это цифровой вот еще одна локация пасутся несколько лошадок дистанция до них 160 метров я сфокусировался записал изображение ну на такой дистанции тем более все видно прекрасно к слову сказать заявленные дистанции обнаружения у хелиона 1800 метров однако охотясь с предыдущей версии этого хелиона два километра точно видел понятно как точку но видел а вот еще лошадь удалось подойти на 100 метров это было непросто лошади тут практически дикие что еще хочу сказать по поводу приборов пульсар по поводу электропитания в последних моделях используется системой питания пульсаровская которая называется бипек она представляет из себя набор различные емкости аккумуляторных блоков которые очень удобно быстро можно заменить вот два вот таких вот аккумуляторных блока расширенных обеспечит питанием хелион более чем на 24 часа а если говорить про пульсар и акси он у него тоже быстросъемная система питания но аккумуляторы другого вида вот такого в общем пульсаровская система питания очень удобно потому что если у вас закончились батарейки просто быстро меняете элемент питания дальше используйте прибор по назначению вам не нужно подключать внешние провода держать power bug в кармане все очень быстро удобно и продуманно я включил какую-то волшебную цветовую схему лошади выглядят великолепно картинка четкая всяческие детали просматриваются даже понятно кто из них кобыла кто из них конь да в общем еще раз хочу сказать что это самый лучший тепловизионный монокуляр по качеству картинки которые я вообще когда-либо видел мы до этого снимали обзор про пульсара коллектя говорил там картинка великолепны да она великолепна но все таки здесь картинка лучше потом почему потому что у около до объектив все-таки остался от предыдущей модели сенсор новый а объектив остался от старой модели а здесь все новое и объектив и сенсор картинка космическая день постепенно подходит концу садится солнце мы набегали сегодня за домашними животными за лошадьми баранами и прочими коровами нам удалось немножко протестировать новый тепловизионный монокуляр пульсар helion 2 xp50 про могу сказать что картинка просто великолепная вот вы может подумаете что мы ограничимся домашними животными но нет вы же нас знаете мы используем эти приборы на охоте и вот к этому ролику после моего с вами разговора я прицеплю запись которую мы сделали в подмосковном лесу мы там наснимали лосей кабанов и прочую разную живность недалеко от этого места в прошлом охотничьем сезоне мы проводили охоту на волка нам удалось выманить на себя 7 волков вышла стая что из этого получилось вы можете узнать фильме который мы как говорят дагестане иншаллах опубликуем но я надеюсь ближайшие несколько месяцев и Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok